всем привет друзья с вами сургаев channel это новый выпуск новый обзор и с нами новые гости новый гость алексей ты новый гость старого и виктор там будет вставочки представление витек такой и по какой классный рок-н-ролл и так у нас сегодня новый дров дарксайд шо то что же нам они прислали ребят вам на усмотрение прислали два вот таких пакетов один на розыгрыш кстати друзья вам но сразу убираем и второй вот и так оцениваем компания дарксайд напоминаю прислал нам кепку вот такую можете посмотреть потрогать вот собственно рачем здесь собрались новый дроп шо там уже примерил и прислали брошюрочку вот такую вот которую сдэк проживал это на вам виктор и собственно персональный мундштук с логотипом шотом ну и вот это вот есть честно я не знаю что это вообще вот что вот магнитики на нд магнитики не знаю там вообще токен токен бокс написано что этот токена что то хрен его знает суши токена а где токены бывают какие-то я слышу от слова токены в этом биткойна ладно бы они еще ну выебывались но выебывались не так по-клоунски тут за хуйня магнитик блять короче ну вы поняли это в принципе дарксайд заказывает тоннами выглядят все ну прикольно неплохо так вот ради чего мы собрались итак это шоты давайте просто обсудим шо то что вообще думаете как это в принципе да появилась почему они это сделали и как это зашло твоя теория ну на самом деле не знаю для меня это очень просто это маленькая фасовка это микс и микс и сейчас рынку возможно интересно скорее всего потому что моно вкус и скажем уже так под задолбали да там что-то месить самому ты опять же если ты в магазине что-то покупаешь домой пришел на месил фу говно бы я курить не буду в принципе как вариант для масс-маркета аудитории для обычных курильщиков это классный вариант я до этого ну пробовал там предыдущий дроп это не вау это не космос это нормально это вкусно это относительно недорого это не сложно забить это можно нормально покурить и любой человек который покупает low сегмент табака для него это нормальный продукт еще и dark side оба ум да там бренд там и тогда сайт и недорого то там не 800 рублей или сколько там он стоил за 100 граммой 250 и даже похер что там 30 грамм 200 200 демоли 2 то есть я тоже я с тобой согласен но немного другая у меня теория появился продукт x был он был он был он был он был он что-то там выиграл какую-то премию сделал микс продавал его за оверпрайс его начали покупать и так сайт такой думает кто-то мне под сраку то напихал на отчет делать ну и тут начинается мы собрали у людей мнение что им надо брать микс готовы покупки короче им напихали не такие так мы же лидеры рынка мы же лидеры рынка мы вам сейчас напихаем ну короче вот они сделали вот это это была ответка я так что но достойно достойно это блин ты то что ответка рынок просит рынку надо low сегмент да но он уже просил и они дали ответку тогда когда уже люди выпустили похоже продукт понимаешь вот ну в этом ничего не такого я считаю что они сделали это неплохо ну давай я знаю еще про счет подумал извини пожалуйста я про сейчас помню эту историю компания очень крупная из-за того что компания очень крупная скорее всего у них очень долго проходит процесс принятия решений вся вот эта бюрократия я могу даже поверить то что это было придумано еще год назад и сделано вот было возможно потому что вот по моему общению с там людьми которые являются там либо собственниками либо работают таких конторах там все очень долго даже если ты вау кайф идею приносишь там пока ее все согласует пропробует и определяться это столько времени пройдет что это просто жесть бруска разрабатывался два года inside и когда вышел и так ведь давай теперь твое мнение то я скажу что dark side я вообще избегал страна он для меня тяжелый был раньше прям вот максимально и когда вышел dark side shot я был первый раз в магазине но это он появился на полках говорит возьми дашь кайк шот я говорю нет dark side нахуй он говорит он прям легче вообще на пятерку там или сколько на пятен сколько да ну каждый он средний короче он типа да видишь средний да короче говорит возьми и вот мы с того раза часто берем хотя обычно даже сайта не беру я считаю что это огромный такой новый рынок для dark side а чтобы взять такие миксы ну и плюс это и готовый микс на в этом что то есть хорошее но мы все равно его мешаем еще с чем слушайте ну клевый у них шоу бокс в принципе мне он нравится как он выглядит но похоже на угли на угли похож да видите как мы чего угли будем обозревать джуга коробка из-под углей вот тут я заступлюсь теперь за всех продавцов название визуально вкусные или нет а невский бит северный trip азовский шейк сибирский шейк балтийский чил кубанский чил уральский чил крымский вайп курильский вайп и камчатский панч вот и сейчас назвал давайте пробуем угадать реально прикольно же ты вы же не знаю как я брошу не запомнил не запомнил итак давайте балтийский чил что же здесь может быть за микс прибалтика значит там рыба рыба честно я в душе не его вообще ни по одному вкусу я сразу голубая просто из этой игры это минус я не понимаю что там может быть первый дроп курил ни хрена не соотносится блять что там составе с названием просто вообще никак но мы с витьком поиграем в этот поле чудес крутите барабан и так первое слово первая буква да короче ладно я тебе упрощу задачу это так это у нас кокос печенье мороженое почти рыба почти рыба давай попробуем еще что-нибудь давай угадать вот крымский вайп там чего вкусу чего перестройки с моста там не на чем может быть я думаю какие-то фрукты будут здесь мне кажется наоборот здесь антилогика если антилогика просто маркетолог да кстати так а у нас краснодар нихуя давай сделаем там какую-нибудь кокос или еще вот не там наоборот чуть были другое должно быть не знаю какой-нибудь гранат банан все гранат банан а теперь внимание крымский вайп дыня персик и виноград здесь баловой какая-то да похоже ладно не будем в этот поле чудес играть мне костерного победил и кубочкой надо определяться со вкусами друзья итак смотри ты куришь чилл и друзья мы тут еще выяснили важное что бит трип шейк панч вайп чилл это имеет разное значение например ты куришь чилл это нежная кондитерская десертная ароматическая вкусное сочетание ты чего я буду шейк ты будешь курить шейк это коктейли из десертных ароматов и спелых фруктов я взял чилл но дабл чилл нам нет давай нет дабл чилл чему нет не знаю у тебя очень прикольный вкус я был покурил с удовольствием груш клюкву чая нет нет дай мне какой-нибудь бит бит а есть а есть бас я люблю бас и просто все я взял бит невский и бать невский слушай вот невский да невский бит звучит реально прям а что тут у нас энергетик винограда вот вот так вот хуй то мне кажется вот так вот вот и хочется сказать зачем вот эти вот штуки и зачем же они так ты же понял для зачем нет я понял нет я подожди я не понял зачем я понял как нет как как это вот так ну кто и так кто не понял кто не понял я тоже не пойти по вытаскиваешь они разные понял тут разные цвета зелененький есть есть оранженький фиолетовенький это под вкус понял то есть ты короче кулишь сегодня кубанский чилл и такой ну вот уже уже ближе близко уже теория верна ну типа а ты такой думаешь да как производитель табака у тебя что же с мужики думаешь нахуя а и таки а у тебя такого нет все и все и вот так очень странная история на самом деле вообще я честно ваху что догадался до этой хрень я не понимаю как то есть нега зачем еще и смысл какой-то чтоб не забыть что-то куришь такой типа забил она мы же не можем даже когда стать теперь вот это вот продумано заметь серьезно юля рил по типа у нас люди увидят знаете вот ты берешь короче такой такой сегодня я курю какой-то другой чил такой раз такой или такой раз такой хопа и на голубых движениях такой раз ты гайги и так я думаю наверное пора взрывать виктору и убирать наверное один уголек давайте это как ногти пилить только уголек убирать ты по-питерски хочешь или по-питерски давай по-сибирски и так несколько текут тюрем что там как пробует чист шеф на смене мне чуть но заложен поэтому а ты чувствуешь вкусно я срекла чувствовал сейчас первый раз дарксайд шот курю чисто блять зачем вот смотри зачем ты покупал дарксайд шот его с чем-то блять миксовал взять в этом три проблемы дарксайд понимаете да все равно знаете как ваши миксы миксуют и живите с этим типа слушай нам не нравится вот сейчас чисто мне нравится достаточно легкий ну вот мы миксуем почему чтобы чуть укрепче сделать скажу я вам что мне мой микс вообще не нравится я такой не курил у тебя что там в итоге то лег как делишки суши ну в итоге в принципе неплохо банан немножко корицы корица и очень немножко как по мне то есть насилие не давит ваниль наверное там есть ну типа как такой десертный ванильный вкус да только что-то не особо яркий почему как бы но но у меня забита все знаете в легкое касание типа я забил очень быстро как бы в целом сушать вот что я могу сказать клубника тоже не выраженная я не чувствую для клубнику не чувствую но как будто здесь мороженого больше он очень но кстати для тех кто не любит прям такие дикие сладкие выраженные какие-то вкусы достаточно прикольная штука ну дарксайд говорит что они берут эти аромки для шота из всей палитры вообще компании то есть тут и пирог понимают дегастро там все лучше у них есть они все здесь вот собственно и представили и достаточно быстро презентовали большую фасовку на самом деле а когда она вышла она вышла не так давно но это я считаю за полгода они сделали сразу большой от нормально а зачем она нужна я так понимаю что давайте представим в моем подсознании есть мысль что в компании дарксайд есть многое количество маркетологов исследователей которые взяли фокус-группу сделали опрос и им опрос показал что нужно большую фасовку шот и такие дай-ка мы сделаем зачем делать то можно спиздить нет типа блин ну смотри спиздили такой банк все уходят от большой фасовки принципе то как продается маска f25 грамм допустим у всех предварительно сейчас есть мелкая фасовка у всех думаю нам стоит махнуться энергетика попробовать ты попробуешь энергетика а я попробую только алексей ничего больше алексей у меня слишком классный вкус парни принесите молодежи перезабейте да кофе у тебя есть да чтобы осветить рецепт да смотри у меня есть магия все кури все заебись давай сургаев сергея магия благословил ну да вкус такой странноватый слушай мне его понравилось да это вкусно и же вкус и он такой не клубники тут продвижения чувствуется мягенький дорожная будет хорошо хорошо неплохой это прямо берешь реально в соло забил покурил винчиком потом сверху полирнул в легенькую там слушай я здесь вообще не понимаю вкус вот я чувствую что здесь есть энергетик но все вперемешку и очень понятно крестил же шпаги дамы и господа опа слушай я начал чуть-чуть клубнику чувствовать не о твоем могу сказать тоже стартовали вообще послевкусие приятные да есть после путина как будто те производитель хотел сказать берна наши люди подумают по-другому нас салте в рот просто настрой на стрелы просто кайп ойдем это странный вкус и он отдает то ли какой-то елкой то ли какой-то все попутал энергетик реальный энергетик прям здесь убрать надо и добавить что-нибудь другое и будет норм это нечто сладкое с послевкусием энергетика я не знаю а я курю вообще не понимаю что у тебя какая-то хрень виктор что вы чувствуете непонятный вкус а ты чувствуешь там я банан я я банан чистим банан чистим банан тащусь как банан как как банан давайте ребята повторяйте как бананы чувствуется чуть банан чуть корица хочу еще ваниль 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 тоже чуть-чуть и что-то есть в этом вкусе а ты была того покурил ты бы остался доволен нет нет и я нет я бы остался доволен только вот этим аромат да сушка вы чуть не хватает здесь вот в этом банан слабенький ваниль слабенькая корица что-то дает на хер знает вот так друзья наверное мы должны перейти к выставлению оценок я напомню что у нас пятибалльная система итак начнем мы с алексея начнем мы с алексея начнем мы с алексея алексея конечно же мы начнем и так начнем алексея алексей а вкус или аромат как вы считаете ну три с половиной гайворонских 3 сплэн говорим меня все вот это три с половиной гайворонских 300 я нижняя половина причем гайворонского нижнего верхние три целых и нижняя я поставлю этому 3 гайворонских не больше потому что мы попробовали три аромата из них один мне прям вкатил ну типа мне норм я бы нормально покурил и кайфанул но два прям не тогда два с половиной гайворонских два с половиной будет вот так вот вот так вот да вот так все все я сказал сушная тоже думаю что наверное троечка 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 я хотел три с половиной на счет подумает не вкатил это не вкатил тот более-менее тройка по крепости или по ощущению курения что-то скажешь 555 слушай слушай я знаешь лёгко тебя поддержу вот подержу потому что я тоже твердую пятерку курица комфортно по горло не бьет ты можешь даже вот я сейчас не буду курить целый кон так сказать и будет нормально курица на трех углях стоит нормально твое слово я думаю что он будет чуть-чуть покрепче чуть-чуть да как дарсайт четыре с половиной четыре с половиной следующий критерий у нас это само сырье 5 все понятно да я тоже тут буду коротко и ясно говорить 5 я солидарен 5 ну сырье от попадания это прям попадание особенно в розничного покупателя цена и так я напомню что rrc маленькой фасовки а именно 30 граммов стоит 200 рублей и 120 граммов стоит 800 что ты думаешь 5 ну типа блин это тут все хорошо тут даже не о чем говорить типа да нормальный ценник да да здесь 30 грамм на это те 30 грамм которые хватит на две забивки принципе это это нормальная концепция да то есть зачем делать 50 если можно переработать сырье будет 30 который будет также сбиваться при этом это войдет в нужную рыночную цену то есть обычному потребителю же большому счету должно быть все равно как бы сколько там 30 или 50 если его хватает ровно также зачем больше делать я согласен а ты знаешь я наверное как магазинщика поставлю за цену все таки 4 потому что они взяли гады ворвались в дешевый сегмент и привязывают нас продавать их продукт я поставлю 4 говоронских не обижайтесь на меня 30 грамм до 200 рублей сушен мне 30 не хватает ну то есть я думаю что я я бы хотел что было 40 грамм ну то что я сейчас чаша большая то уже не так цена 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 200 рублей за 30 грамм и вы не плохая цена абсолютно то есть ты считаешь сколько вам я думаю что хотя для дарксайда с другой стороны пусть он будет пятерка пятерочку для дарксайда это хороший это хорошая цена окей и самые последние критерии это собственно упаковка упаковка бренда что ты думаешь о бренде все такие вот движухи ну 44 это не супер оригинально это в определенном смысле даже очень сильно заезжено то есть даже само название shot это не прям вау да но с точки зрения потребностей рынка это нормально это понятно это я бы сказал что это просто если учитывать название вот с названием это жопа конечно для потребителя для вот ну допустим я тоже покупаю там табак периодически я не помню эти шейки 3 пыль че-то нахрен мне в этом вообще разбираться я просто хочу покурить я хочу подтвердить то что я покурю и это совершенно хорошо курица держит жар то есть ну так к слову я поставлю 5 так что ты думаешь за упаковку 4 балла 4 балла вот если бы здесь еще на упаковке были бы вкус хотя бы как нарисованы визуально это может быть чуть-чуть помогло бы а так приходится каждый раз залазить вот сюда и чтобы вспомнить что-то выпеки как продавцам они каждый раз слышат эти дрова поэтому 4 я думаю подводим итоги вы их видите на экране и что у нас друзья розыгрыш вот такой вот классный мешочек мы отправим тому кто напишет все-таки почему dark side такая классная компания такая вкусная а кому-то она проиграла с чем это связано и тому кто даст более развернутый интересный ответ а возможно и веселый мы собственно отправим вот этот мешок с новым дропом с кепочкой с фишечками с персональному штуком как у алексея ждем комментариев друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки и колокольчики с вами был сургаев сергей и мои любимые гости покупайте кстати